Постемиас, Эстония, эстонский русофобский список. Юрген Лиги. Постемиас, Эстония. 22 января 2019 года. Большой конфликт эстонской политики всегда находился между цивилизациями. Его не решат политтехнологические противопоставления, ни недавняя веселая взбучка на площади перед парламентом, ни более ранний спор о подоходном налоге, который начала Центристская партия, чтобы отличаться от оппонентов, установивших нормальное положение в нашем времени и пространстве, в том числе и в плане налогообложения. Услышав, что оппонент сделал выбор в пользу единообразного подоходного налога, они за ночь заменили его в своей программе ступенчатым. Культурные различия призваны прикрывать обвинения в розыгрыше русской карты и противопоставлении, причем противопоставляемая сторона обычно меняется. Юрий Ратас, эстонский политик, председатель Центристской партии Эстонии, примечание редакторов, этим живет, и каждые дебаты с ним умирают, если задать вопрос о мире, убеждениях и жизненных стандартах его основного избирателя, не говоря уже о том, что без кавычек он никогда ни о чем не дискутировал. Прикрываются и тем, что говорят, будто Эстония долго управляли, противопоставляя себя Центристской партии, представляя ее в качестве врага и русской угрозы. Эстония, якобы даже русофобское государство, которое создало Эдгар Сависар из-за того, что ему противостояли, Теннис Сартс, ПМ 2 февраля 1917 года. Такой циничный взгляд скрывает множество отдельных разногласий, но вместе они формируют спор советского прошлого и российского настоящего против эстонского свободного общества. Вместо одной партии человека его всегда вели как минимум Центристская партия и Народный союз, носящий теперь название ЭКЛИ. Нормальность, национальная безопасность, либеральная демократия, разделение властей, свобода прессы, частная собственность или рыночная экономика, в этом споре получает в Эстонии клейму русской карты, точно так же, как вопросы об этом приводят задающего их в кремлевский список русофобов. Независимость и гражданство русский вопрос надо было ненавидеть, когда его воплощали казни, Сибирь, серый контраст быта с Красным государством, бандой жуликов, когда официальные импортеры культуры уничтожали культуру и не видели разницы между праздничным платьем и ночной сорочкой, ванной и сортиром. Но довольно конкретную черту под русофобией подвели национальная уверенность в себе, независимость, гражданство, конец переселению народов. Интердвижение должно было спасти русский вопрос, на этом навозе проклюнулась и эстонская политическая поросль. Народный фронт претерпел свою перестройку, которая замедлила поворот на Запад, демократию, реформы, свободы, правы эстонцев принимать решения на своей земле. Нынешний премьер-министр подчеркивал свою причастность к этому и заявлял, что центристской партии нужна реализация ее программы, а не реформы. Батюшка-руководитель, государственная опека, бесплатные вещи, коррупционная культура, нулевое гражданство, отчуждение русских в контролируемом имя мерке, грубый популизм и ретроградство хотя бы в вопросах электронного государства были инструментами, позволявшими отличаться от эстонского большинства и прибрать к рукам электорат интердвижения. Отсюда и зависимость. Национальная безопасность Путин превратил войны в спорт, чтобы пробудить русофобию. Его раздражала свобода каждого соседа, и стратегия подрыва их гарантии безопасности оказалась не столь безуспешной, сколь можно было предположить. Никакой политтехнологии, с нормальностью нашего времени и пространства не согласуется договор партии премьер-министра с Кремлем, ее антинатовский генсек, власть на антинатовских голосах, голосование против вступления в Евросоюз, желание отменить антироссийские санкции, оправдание деспотов и химических атак, неспособность выразить поддержку Украине, более русофильский, чем европейский консенсус. Ненормальные отрицания ЕС со стороны Кре, которая точно так же, как Кремль, изображает Европу как игое навязанную проблему. Она обещает быть солидарной с европейскими популистами, вдохновляемыми и финансируемыми Кремлем, по вопросу об отмене антироссийских санкций, чтобы возглавлять антиевропейский альянс. В Европарламенте глава объединяющих их фракции предложил заключить с Путиным новый пакт Молотова-Риббентропа. Честное правление из-за этого возникали проблемы. Например, когда Сависар ввел чрезвычайное положение без правил или осуществлял тайную прослушку, но ему удалось создать собственную спецслужбу и против всех правил назвать полицией муниципальную службу правопорядка, которая по цвету, персоналу и выучке была партийной. Он пытался укоренить особое судебное производство, создать особую экономическую зону, раздавать гражданство и виды на жительство за несуществовавшие особые заслуги. Естественно, материальное распределение в такой культуре может только вонять. Оно основано не на общественном интересе, программах, конкурсах или анализе влияния по всем правилам, а на соображениях личной и политической выгоды. Коррупция является неизбежным результатом такой культуры и средств, а финансовый блеф – средством получения власти. Частная собственность и рыночная экономика возврат имущества и блага капитализма играли большую роль в мечтах о независимости и приходе Сависара к власти. И все же он стал противником возглавленной им когда-то реформы собственности и рыночной экономики. Несправедливость национализации в ходе противопоставления претерпела метаморфозы, как и все прочее, и до сих пор партия говорит, например, о вынужденных квартиросъемщиках, а не о собственности и съемщиках. Пусть ответственность за пользование когда-то реквизированным имуществом, возврат денег к церкви или российский банковский грабеж будет вывернуты наизнанку, и в юридическом и моральном смысле ущерб за оккупацию взимается с самого оккупированного, пусть легализируется советская правовая преемственность. Просто, чтобы быть тем, кто раздает. По пранее рыночной экономики и частной собственности глава правительства Сависар-Институт санализировал личность с помощью рычага и камеры на складе масла и СМЕ. В длинном ряду его вмешательств особенно вспоминается данное в 2002 году указание его министру экономики снизить цену на электричество минимум на 10 центов, чтобы люди это заметили. Все могущества вождя по сравнению с любой стихией воплощали плакаты и раздачи картофеля и дров в центре города, очередь за работой на певческом поле, городской магазин, городской банк или свой партийный рынок труда, где неудобная вероятность попасть в КАП и по-прежнему компенсируется новой должностью или деньгами. Не было ни ныряния за амфорами, ни полета в составе стерхов, зато было фигурное катание во времена РТАС и налоги в обещаниях заменяются пособиями на перегонки из СИКИ. Правовое государство и разделение властей и что наш основный конфликт намного серьезнее, чем конфликт между сильной рукой и демократией, показывает хотя бы то, что именно со ссылкой на демократию брошен вызов правовому государству и разделению властей. Предполагается, что политическая власть дает право и на судебное производство, точно так же, как Путин отвечает на вопрос о зависимости судов, что это демократия. Обещается сносить судим головы, а свою длинную скамейку в залах суда и тюрьмах две партии списывают на государство произволы и политику. Алиби ищут в сериалах, которые высмеивают суд над центристской партией, которые, конечно, заставили купить налогоплательщиков, издевательстве над судом в национальной библиотеке, где один папа рассказывал историю одного банкротства своей дочери политику, в перетаскивании старых проигранных судебных процессов в Риге-Когу, где последовательно эксплуатируется для этого торговая марка правовой комиссии без какой бы то ни было связи с правдой, правом и законодательством, осуществляются нападки на независимый финансовый надзор. Заслуживает внимания, что нынешняя правящая коалиция получила благословение под предварительным условием, что партия премьер-министра не получит портфели министра внутренних дел и министров, связанных с внешней безопасностью. Но несмотря на уголовное наказание, снова находясь под судом и в состоянии банкротства, она вновь проводит самую дорогую избирательную кампанию, как в блестящие времена отмывания денег. Политическая независимость русофобия не означает войну только против правил, но и против любой политической независимости. Презрение и крик науки, финансам, математике или искусству, симптомы, но гораздо критичнее давление на свободу прессы. Проблема четвертой власти заключалась в том, что вместо политического культурного конфликта ее внимание концентрировалось на соперничестве и развлечении, но ее независимость – базовая ценность свободы. Если отличная форма свисая расновывалась на государственных ТВ, радио и газетах, как у Путина, то сейчас это и не нужно. Многие больше не различают журналистику и разбухшие партийные и муниципальные каналы, фейковые новости и компоты с соцсетей, которые подрывают свободу и достоверность прессы. Премьер-министр Ратас по-прежнему выступает со своими обращениями в ПБК. Звезд партии по-прежнему производят в кремлевских и муниципальных СМИ, наворованные деньги, но и Народный Союз. Как утверждает Таллиннская ТВ, был реанимирован в виде крепорешения у Центристской партии. Как бы ненормально это ни было, гораздо более враждебно и Западу, чем ПБК. Таллиннская ТВ и Пиалин легализуют своим участием и помогают произвести впечатление их сбалансированности и другие партии. Каналы, созданные самой Кре, к моменту прихода Центристов к власти стали еще более неприкрыто следовать кремлевской повестке. Врагом там выступает насквозь прогнивший Запад, а союзнические отношения разрушают, сея недоверие. К путинской России там относятся нейтрально, критик в адрес России высмеивается, зато Европа изображается преимущественно негативно, а наше единое плюралистичное пространство ценностей представляется какой-то навязанной единственной идеологией. Естественно, это возвращает нас к теме национальной безопасности и независимости. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.